АПРЕЛЬ Доброе утро, Кристина! В принципе, все как во взрослом фитнесе, только различия единственное в тренировках, то, что тренировки не настолько интенсивные. Фитнес собой подразумевает не только какое-то физическое развитие, занятия на тренажерах, как мы себе это все представляем, но еще какая-то хореография, какие-то артистические номера. Да, конечно. Именно в фитнесе тема отличается от других видов бодибилдинга и культуризма, что там есть произвольная программа, где за полтора минуты участница или участник должен показать какой-то такой танец, в котором должны рассказать мини-историю, показать все, что умеет. Чем больше, тем лучше. А с какого возраста дети могут заниматься фитнесом, если мы говорим именно об этой дисциплине? С 6 лет уже могут. То есть детские категории делятся по году рождения, то есть 6-7 лет, 8-9 и так далее. Они занимаются в спортивных залах, где проходят занятия и каким образом вообще? Какая методика тренировок используется? Ну, из-за того, что тренировки используются без отягощения, то есть в принципе подойдет любой зал. Это может быть зал в какой-то спортивном клубе, как студия для групповых тренировок, либо зал танцевальный любой. То есть просто большой зал, где есть коврики и может быть станок балетный был бы, конечно, плюсом тоже. Ну, Анастасия Усова сейчас у нас стоит на сцене. Вместе с ней также мой соведущий Андрей Титов, который тоже заинтересован в этой теме и наверняка захочет задать ей пару вопросов. Ну, а мы, разумеется, после этого еще и хотим посмотреть выступление, чтобы иметь представление о том, что же такое детский фитнес. Андрей, тебе слово. Спасибо. Мы тут с Настей уже познакомились. Она мне практически все про себя рассказала. Ей 9 лет. Раньше занималась художественной гимнастикой, а еще занималась танцами, и поэтому даже в Сербии уже удалось побывать. В Македонию ездили на какие-то выступления и по дороге останавливались в Сербии. Все правильно? Ничего не переврал? Нет, все правильно. Скажи, почему ты из художественной гимнастики ушла? Ну, потому что она мне перестала нравиться, и мы решили выбрать что-то одно, и, конечно, я выбрала фитнес. Мы это кто? Мы Анастасия Усова или ты с родителями совещалась? Нет, с родителями. Обычно родители все за детей решают, или твое слово тоже имело решающее значение? Ну, молодец ты какая. Скажи, пожалуйста, ты в Сербию поедешь обязательно за победой? Хочешь быть чемпионкой, как твоя тренер, или достаточно будет просто поучаствовать? Ты не расстроишься, если не выиграешь? Ну, нет, если я не выиграю, я, конечно, не расстроюсь, но я уже очень рада, что я поеду туда. А конкуренток у тебя много было здесь в Эстонии? Сколько девочек твоего возраста занимаются фитнесом? Ну, может, шесть. Но ты оказалась лучшей из лучших. Но мы надеемся, что ты и в Сербии окажешься лучшей из лучшей. Мы будем держать за тебя кулаки. Знаешь, что такое держать кулаки? Это значит очень желать твоей победы. А сейчас хотим посмотреть, как ты будешь выступать. Пожалуйста, сцена твоя. Субтитры подогнал «Симон» 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 Кроме того, Олег Анисимов, который тоже занимает высокие места, бывший гимнаст. Все-таки люди в фитнес приходят из каких-то других видов спорта. Или же можно начать с нуля и выучиться точно таким же виртуозным упражнением и такому же исполнению? Ну, все-таки, да. Именно такая дисциплина, как фитнес, это нужно пройти из какого-то вида спорта. Из балета, из гимнастики, из акробатики, из цирка. То есть какая-то минимальная база должна быть. Потому что, как видите, элементы очень сложные. И силовые, и растяжка, и столько всего нужно. А на больших чемпионатах мира, чемпионатах Европы вообще очень здорово. Все девочки делают. То есть, в принципе, совсем с нуля как бы сыроватенько будет. Я думаю, все-таки нужно, ну, нужно, да, чтобы база какая-то была у ребенка или у взрослого. То есть здесь даже была не столько и гимнастика, сколько и акробатические номера. То есть вообще достаточно сложные. Это обычно для детского фитнеса? Все ли дети могут с этим справиться? Для детского фитнеса, да. То есть, да, именно фитнес можно начать с детства. То есть с шести лет прийти именно в кружок фитнеса. Не с гимнастики, а просто. Потому что, ну, дети очень быстро развиваются, и мы на тренировках как раз тоже учим все то, что Настя показала. То есть для детей это более реально. То есть если взрослый человек уже, ему тяжело так научиться, то детям гораздо проще. И, ну да, у детей, вот, как я уже сказала, что дети все почти так умеют. Еще лучше и здорово, по-другому совсем. То есть, ну, там кто что умеет, тот что и показывает. Глаза разбегаются. А чем тогда отличается это все фитнес от гимнастики и акробатики? Если, в принципе, элементы гимнастики и акробатики представлены достаточно щедро в фитнесе? Тем, что здесь нету такого, никаких обязательных элементов. И также в фитнесе все равно, а также в детском есть раунд-позирование, где девочки тоже показывают свою спортивную форму. То есть это не как во взрослом, не в купальнике, а в специальном такой спортивной одежде. То есть у детей тоже такая, как бы, часть присутствует. Ну, и мы привыкли все-таки думать, что соревнования по фитнесу среди взрослых, и в том числе по культуризму, это рельефные взрослые тела. У детей все-таки такой рельеф не вырастет, и это, наверное, было бы даже ненормальным. Давайте успокоим наших телезрителей. Конечно, да. Опять же, тренировки без отягощения, и как бы не надо, чтобы у детей были там рельефы и большие мышцы. То есть просто спортивное телосложение, и все. Спасибо огромное. Я благодарю Кристину Короляк, которая является абсолютной чемпионкой Эстонии по фитнесу, воспитывает также юных леди. Я напомню, что ее подопечная Анастасия Усова отправится в Сербию уже в июне на чемпионат мира по детскому фитнесу. У нее категория детей от 9 до 10 лет. Мы, конечно же, будем желать ей удачи и победы.